Итак, коротенький экскурс, как проверить датчик приближения в нашем смартфоне. Самый простой и наглядный метод – поставить одну программку. Сейчас мы ее найдем. Вот, называется SensorBox. Здесь отказываемся. Почему самый наглядный? Потому что здесь интересным методом все это организовано. То есть вот, значит ничего нет. Палец приложили, завел, убрали. Расцвел. Завел, расцвел. Завел, расцвел. И тут можно проверить, на что, как бы он реагирует. Видите? В BV6000 датчик так интересно сделан, что реагирует только на плоть. Почему, не знаю. То есть, видите, ему наплевать на все, кроме мяса. Мясо показываешь, работает. Кстати, замечу, топ, что непонятно каким образом починил себе сенсор. Он вроде как стал работать, как видите. Всего лишь поставив в рековере и сделав бэкап. Почему это помогло? Черт его знает. Вот такой вот чудо-смартфончик. Суть в том, что есть как бы метод более продвинутый для тех, кто понимает, что он делает. Но он более сложный. Сейчас покажу. Сенсор кинетик. То есть, любая программа, которая показывает работу сенсоров. Находим нужный нам сенсор. Вот датчик приближения. И то же самое. Видите? Прокс 1. Загораживаем. 0. Ой. Загораживаем. Убираем. Загораживаем. Убираем. Чтобы было крупнее. То есть, тут тоже это можно. Вдобавок ко всему, тут еще есть частота. Ну, перевел вот кривой, оцените. На самом деле, если очень часто менять, то он как бы рисуется, какой частотой вы это меняете в герцах. Так что, народ, все очень просто. Датчик приближения проверить можно. Несложно. И это доступно каждому. Всем пока. С вами был админсайт latoha.ru. Подписываемся на канал. Еще будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok